В сегодняшнем ролике мы с вами поговорим про различные добавки в сусло и вино, которые могут быть использованы в процессе виноделия. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана, я белок по образованию. Виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Когда речь заходит о применении тех или иных добавок в вино, существует два таких полярных лагеря. Одни считают, что нет, без этого, 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 этого вино не сделать, это получится не вино. Другие считают наоборот, что если ты, не дай бог, одну сахаринку добавил или еще что-то, это уже тоже не вино, это нечестное вино, это шмурдяк и так далее. На самом деле истина где-то посередине. Ну вот лично для меня применение различных добавок в процессе виноделия ассоциируется с макияжем у женщин. Смотрите, есть категория женщин, которые даже мусор не будут вынести без прически и макияжа, и при этом женщин, которые не наносят макияж, они чуть ли не глубоко презирают, говорят, какой ужас, как вообще можно себе такое позволить, это какие-то недоженщины. Другие макияж не применяют вообще, и даже там, где это было бы уместно, они считают, что у них и так все хорошо. Но это опять же есть две категории, есть те, кого действительно природа одарила шикарной внешностью, шикарными волосами, ресницами, зубами и всем остальным, да, есть те, кому, ну, может быть, чуть-чуть что-то можно было бы подчеркнуть, особенно, когда это уместно, если мы идем на какой-то прием, да, еще, может быть, у нас была бессонная ночь по разным причинам, приболели или еще что-то, да, тогда легкий макияж будет вполне уместен. То есть случаи разные, все то же самое с добавками виноделий. Ну, а теперь разбираем конкретные добавки. И первая парочка добавок, я их объединяла, потому что для некоторых виноделов это прямо святая святых, да, они говорят, без воды и сахара вино не сделаешь. И начинают утверждать, что там вот в Древней Греции вино разбавляли, подождите, разбавление при употреблении, да, и разбавление при приготовлении, это разные вещи, давайте не путать мух с котлетами, и здесь сразу же оговорюсь. Самая банальная, самая простая такая вот бытовая и житейская мудрость. Когда мы продукты консервируем, мы их концентрируем, мы варенье увариваем, да, оно как минимум меньше места занимает, да. Мы компоты делаем концентрированные, чтобы у нас стояло не 100 банок, а 50, если нам надо, мы потом при употреблении их разведем. Более того, концентрированный продукт лучше хранится. Обычная житейская мудрость. И воде, вине делать нечего. Все, вот если там вода, это уже да, это уже не вино. Еще раз повторяю, если кому-то получается плотная, тяжелая трата-та-та, можно развести при употреблении так, как вам нужно, так, как вам приятно. Это раз. Второе, плотность вина, его тяжесть регулируется временем выдержки на мезге. Можно не держать вообще, можно держать сутки, двое, десять и дальше. Пример с чайным пакетиком. Если мы его чуть-чуть водичкой подержали, у нас будет такой легенький чаек, да, подержали больше, крепенький. Подержали еще больше, он будет горчить. Надо просто во время достать пакетик. Касательно сахара, не все так однозначно. Смотрите, что нам дает сахар, он дает алкоголь, вине. Нормально вызревшая ягода в хороший год и так имеет более чем достаточный уровень сахара. Но, к сожалению, у нас не всегда бывают хорошие годы. У нас бывают годы плохие, у нас бывают годы холодные, дождливые и так далее. И так далее, когда по определенным причинам ягода свой сахар не добирает. И вот тогда добавление сахара уместно. Но не по рецепту, а по четким расчетам, когда вы понимаете, что да, действительно, вам не хватает, да, и добавляем мы немножко. И опять же, вот радикальное мнение, что вот даже если ты там чуть-чуть сахара добавил, все, это уже не вино. Напомню, что процесс шаптализации, добавление сахара, был придуман во Франции. Во времена Наполеона были плохие холодные годы. И когда господин Шапталь придумал внесение сахара, то оказалось, что вино может быть лучше и более сохранно, да, имеет лучшую текстуру, структуру, потому что мы чуть-чуть сахара добавили. То есть небольшое добавление сахара, оно может улучшить наш будущий продукт. Но, повторяю еще раз, небольшое и не по рецепту, а по четким расчетам. И даже по расчетам это внесение должно быть небольшим, потому что иначе мы получим разбалансированное вино. Кроме того, добавленный сахар, он будет влиять на будущую ароматику. Это доказано учеными, я это буквально недавно показывала, рассказывала. Кому интересно, ссылку под этим роликом я оставлю. На этом вот и сахар, да, мы убираем, да, еще маленькая ремарка, тоже мне приходится это повторять из ролика в ролик. Сахар кислоту не убирает. Если у вас вино кислое, с кислотой работаем отдельно. Все, переходим к следующей, дрожжи. Опять же, кто-то считает, нет только культурные дрожжи, только чистой культуры, без них вино не сделаешь. Прекрасно можно сделать вино без них. Но кому-то эти дрожжи, они удобны, кому-то они привычны. Если мы используем покупное сырье, которое может быть обработано, там непонятно какая дрожжевая флора. Опять же, применение чистых культур уместно и даже желательно. Если, к примеру, мы там пересыпали сахар, да, вот не знали, потом ролик посмотрели. Да, либо мы хотим крепкое вино получить, у нас большой уровень сахара в ягоде изначально. И мы сомневаемся, что дикие дрожжи этот сахар выбродят, хотя они могут это сделать, да. Но мы сомневаемся и хотим подстраховаться. Можно пойти в магазин, купить устойчивое к спирту дрожжи, которое могут сбраживать вплоть до 18% спирта. И быть точно уверенными, да, что сбродят. Ибо наоборот, мы хотим сделать вино с остаточным сахаром. И чтобы нам не морочиться с пастеризацией, еще с чем-то, да, мы можем применить серу. Мы можем применить чистые культуры, которые там до 9% спирта сбраживают. Ну и, в общем-то, получить более-менее стабильное, ну такое, скажем, слабоалкогольное вино, да. То есть, опять же, это уместно. Бывает так, что на вашем винограднике преобладает неблагоприятная микрофлора, преобладают британы мицеты, есть такие микроорганизмы, которые могут давать вине неприятные тона, там тухлые капусты, всяких таких вот неприятных вещей, и мы понимаем, что у нас это происходит. Тут тоже глупо, ну, пытаться с этим как-то работать, значит, применяем чистые культуры. То есть, это не хорошо и не плохо, это неправильно или не неправильно. Тут каждый сам решает, что ему удобнее. Это нормально. Но смотрите, какой есть нюанс. Значит, когда мы применяем чистые культуры, вот многие говорят, нет, надо сначала научиться работать на чистых культурах, потом можно работать на диких дрожжах. Вот, чистые культуры удобнее. Но чистые культуры часто преподносят как раз-таки неприятные сюрпризы. Уже который у нас сезон виноделия, я по комментариям знаю, что вот идут комментарии, что вино стало пахнуть тухлыми яйцами, вино стало пахнуть сероводородом. Какие дрожжи использовали культурные? Смотрите, есть штаммы культурных дрожжей, которые нуждаются в повышенном питании. И если им этого питания не хватает, они начинают вырабатывать сероводород. Опять же, объясняем все простыми словами. Соответственно, для использования таких дрожжей есть специальные подкормки. Если мы эти подкормки применяем, все хорошо. Если не применяем, они нам могут подложить вот такую вот неприятную свинку. При этом дикие дрожжи, они, по крайней мере, из нашей практики, как у нас, наверное, уже 10 сезон будет, фу-фу-фу-фу, конечно, никогда не надо зарекаться, нам таких сюрпризов не предоставляли. И если еще белые вина, в которых мы, в принципе, убираем всему, убираем много питательных веществ, там как бы понятно, то вот культурные даже в красных, когда мы сбраживаем на мезге, когда питание должно быть вагон и тележка, ну, им может не хватать, и они будут вырабатывать сероводород. Поэтому, если вы принимаете решение для себя, что вам хорошо использовать культурные дрожжи, просто уточните при покупке, нуждаются ли они в повышенном питании, нужны ли им подкормки. И вот, опять же, да, следующая добавка у нас – подкормки для дрожжей. Когда уместно? Когда вы используете вот такие вот капризные дрожжи, назовем их так, иногда это может быть уместно в белых винах, потому что мы там максимально все убрали, да, осадочки убрали, муть убрали, и тоже там, если видим, что вино плохо бродит, совсем медленно, то там питание тоже может быть уместно, чтобы не получился недоброт. То есть, опять же, по необходимости. Просто так, если у вас нормальное сусло, нормально бродит, да, даже пусть медленно, ну, опять же, да, моё мнение, не надо просто так чего-то туда вносить. Если процесс идёт, процесс идёт. Он требует корректировки тогда, когда он требует. Да, ещё следует сказать, что кроме дрожжей существуют различные бактерии, которые нам облегчают проведение яблочно-молочного брожения, также существуют микроорганизмы, которые снижают кислоту во время брожения. И вот вам инструмент, да, мы не водой бахаем, а мы при помощи микроорганизмов, при помощи нормальных природных процессов приводим наше вино к нормальному состоянию и работаем с кислотой. Следующая добавка – это сера. Тоже вытекает как бы из предыдущего. Опять же, кто-то говорит, без серы и без дрожжей вино не сделаешь. Прекрасно сделаешь. Что у нас, какую роль выполняет сера? Сера вообще-то это антиокислитель раз, ну и имеет некоторый бактерицидный эффект, может затормаживать действие плохих микроорганизмов. Но смотрите, какая ситуация. Если бы всё было так плохо, то мы бы с вами вообще не узнали, что такое напиток вино. Ну, вино производится 8 тысяч лет. И серу стали использовать только в 20 веке. Конечно, вы можете встретить мнение некоторых, что да, серу использовали там чуть ли не римляне и греки. Для чего? Для дезинфекции посуды, сосудов, бочек. Да, использовали. Но в сусло никто серу не добавлял. Как-то я даже рассказывала прямо у Хью Джонсона. Я находила... Хью Джонсон, автор книги «История вина», это вообще очень известный человек в мире вина. Так вот, я находила у него эти данные. Пишет, что дозировки те, они были минимальные. Нигде никто не обещал, что это какая-то ещё там антиокислительная функция. То есть прикрываться, что там использовали, там использовали и для других целей. Мы, кстати, тоже серу используем для дезинфекции деревянных частей пресса. То в вино мы её не добавляем. То есть с точки зрения истории, да, всё немножечко не так. Но смотрите, опять же, возвращаемся к свойствам серы. Антибактериальное свойство. Вот если мы вносим культурные дрожжи, то считается хорошо, если мы вот ту микрофлору погасим, а эти начнут активно размножаться. Но на самом деле, да, там есть дрожжи, которые высокоустойчивы к серии. И никто не даст гарантии, что у вас там не присутствуют такие дрожжи. Более того, культурные дрожжи, у дрожжей есть такие свойства, как киллер-фактор. То есть есть дрожжи-убийцы, они других всех убивают. Но, опять же, никто не даст гарантии, что у вас там не дрожжи-убийцы живут. То есть вероятность того, что те культурные дрожжи, которые вы внесёте, и ту серу, которую вы примените, она всё сделает правильно, вероятность очень велика. Но существует небольшая вот такая вот вероятность, что может произойти всё, что угодно. Касательно антиокислительных свойств серы, смотрите, это тоже вещь очень хорошая, особенно при производстве светлых вин, при производстве белых вин и при производстве высокоароматных вин. Я уже рассказывала, что в зависимости от дозировки серы, аромат мускатных вин будет разный. И тоже мне, как всегда, сыпятся комментарии, ты чё-то нафантазировала. Ребят, я не фантазирую, я беру это в учебниках. Поэтому хотите проверять, да, читайте учебники, много узнаете чего интересного. Почему так происходит? Чем больше антиокислителя, тем меньше идёт процесс окисления, соответственно, тем какая-то ароматика становится более стойкой. Насколько я помню, чем больше серы, тем больше цитрусовых нот остается в мускатных винах. Что нам даёт окисление, да, почему надо защищать? Окисление нам даёт коричневый цвет, окисление нам даёт неприятный аромат, особенно вот у мускатов. Поэтому применение серы при работе с мускатами, применение серы при работе со светлыми суслами в той или иной степени оправдано. Ну, смотрите, вообще по сериям можно снимать отдельный ролик, и там на полчаса информации точно хватит, потому что очень разные есть мнения и очень разные школы внесения серы. Советская школа говорит одно, и я смотрю, что наши гаражные виноделы не идут по советской школе, европейская школа говорит другое. В американском учебнике информация третья, там вообще есть замечательная фраза, вот всем виноделам надо её запомнить. Всё виноделие – это компромисс. То есть мы из двух зол выбираем меньше, и добавление серы – это не единственное благо. На самом деле там есть определённые негативные последствия этого добавления. Но, повторю ещё раз, винодел идёт на компромисс и смотрит, что ему лучше – вот так или вот так. И смотрите, наше мнение. Если мы работаем с хорошей чистой ягодой, особенно с красной, то сера там не нужна. С белой, да, есть нюансы, есть сорта, подвержены высокому окислению, и тут уже личный выбор. Мы серу не используем, есть у винодела другие инструменты уменьшения окисления, но, повторю ещё раз, это личный выбор. С моей точки зрения, когда применение серы прям совсем уместно, это если мы используем подгнившую ягоду. У нас, конечно, есть тоже другой инструмент. Мы можем использовать температуру, высокую температуру. Я рассказывала много раз об этом приёме окунания гроздей в кипяток. Но, допустим, у нас большой объём, да, нам некогда это делать. Ну, всякие могут сложиться ситуации. Итак, гниль, она способствует окислению очень сильно. Опять же, допустим, перебрать мы всё не можем. Гниль бывает благородная, когда у нас ягодки начинают изюмиться. Это хорошо вроде как, но всё равно эта гниль обладает высоким окислительным потенциалом, и вино будет корейчивым. Можем немножко поработать серой, и это окисление уменьшит. То есть в этом случае я считаю, что применение серы вполне уместно, несмотря на то, что мы её никогда и нигде не используем. Следующее – это ферменты. Я рассказывала, что мы в этом сезоне ферменты применяли. Вообще это очень удобно. Значит, что делает фермент? Фермент увеличивает сокоотдачу. И опять же, когда мы работаем с винами по-белому, когда мы работаем со светлой ягодой, да, это может быть уместно. Фермент помогает в дальнейшем осветлению вина. И что интересно, когда я стала рассказывать про фермент, сразу же появились вопросы, там, тра-та-та, что за фермент? А для красного какой фермент применить? Опять же, поймите, что вот не надо сразу бежать, скупать кучу баночек в магазине и пытаться их применить. Вот я напоминаю про женщин с макияжем. У нас есть какая-то ситуация, когда нам нужно что-то сделать, да, у нас есть определённая цель. И мы под эту цель, под эту задачу ищем инструменты. Вот у нас была цель повысить сокоотдачу. Вообще была цель, чтобы не надо было сусло осветлять. Мы, кстати, не добились её на 100%. Сусло всё равно мутное. Ну, ещё и из-за дрожжей. Посмотрим, к чему мы перейдём в итоге. Но в данном случае мне понравилось то, что хорошая сокоотдача. Да, есть ферменты, которые способствуют ещё извлечению ароматики. Ну, опять же, нужно это применять или нет, вы сами решайте. Я считаю, что нет. Вот мне достаточно той ароматики, которая есть в ягоде, и не буду там её выкручивать. Кто-то считает, что ему хочется больше этой ароматики. Пожалуйста, всё это можно использовать тогда, когда это необходимо. В красных винах, ну, опять же, я считаю применение фермента ненужным. Но если мы делаем вино из увяленого винограда, да, и при этом там не очень долго хотим держать на мезге по определённым причинам, вот в таком случае тоже можно применить фермент, чтобы лучше это всё отжать и был лучшего выход сока. Опять же, вы решаете сами. Но я, как бы, ну, призываю, да, рекомендую вам, что подумайте сначала, для чего, какую цель вы преследуете. Если вы точно уверены, что вам это нужно, отлично, пользуйтесь на здоровье. Следующая-то кислота. В виноделии применяются вообще аскорбиновая иногда применяется, аскорбиновая применяется в качестве антиокислителя, но не, опять же, научное сообщество не рекомендует, потому что я с нацией дополнительно не буду рассказывать, ну, долгой песни никому-то не надо. Дальше, для снижения pH-фактора, недавно был ролик про pH, про кислотность, кому интересно, ссылки оставлю. Для снижения pH-фактора применяют винную кислоту и лимонную, но, опять же, лимонной не рекомендуется, потому что она биологически нестабильна, и бактерии могут её кушать с выделением ненужных нам продуктов. Поэтому мы используем винную кислоту. И, опять же, там такой интересный комментарий, что я вот считаю, что это будет не вино, это не честное вино и так далее. Ещё раз повторяю, что те или иные добавки мы применяем тогда, когда это уместно. Конечно, мы можем понадеяться на авось, ну, как в случае с сахаром, да, если у нас всё хорошо созрело, замечательно, зачем там сахар, но если не дозрело, так что, ну, пойти и выкинуть, да, или там, ну, получить обо что смысл? Можно чуть-чуть улучшить, чуть-чуть подмарафетить. Точно так же и с кислотой. Если у нас год сильно жаркий, ну, так сложились обстоятельства, и кислота очень сильно ушла, вот у нас на некоторых сортах в этом году так было, то сусло низкокислотное, во-первых, может получиться вино таким плоским и пресным, это раз, во-вторых, такое сусло больше подвержено процессу окисления, а это потеря ароматики, и больше подвержена бактериальной порче. Конечно, можно работать с таким, да, можно стараться быть аккуратненьким, там, холить его и лелеять, надеяться на авось, и вполне может получиться неплохо, и даже хорошо. А можно подкорректировать. Вот мы в этом году корректировали и досыпали винную кислоту, потому что в прошлом году тоже, вот на одном из сортов, на зигире бы, мне кислоты не хватало. Вот все классно, все хорошо, все ароматно, мне кислоты не хватает. Значит, я добавляю кислоту. Конечно, есть альтернатива, есть альтернатива выращивать разные сорта, там, с повышенной кислотой, с пониженной, условно, да, а потом их смешивать между собой. Ну, бывают складываются обстоятельства. Кто-то же покупает виноград. И вот вы купили там 100, 200, 300 килограмм, смотрите, а там кислоты нету. И что? Ну, понимаете, вот это все, за что вы заплатили деньги, оно может уйти в мусорку в дальнейшем. Можно взять, чуть-чуть подкорректировать. Опять же, такая же история с сахаром. Ну, купили там 20 ящиков, вроде померили, в двух сахар был хороший, но все же не перемерили, а в общем оказалась ерунда. Ну, что делать? Идти огорчаться, да, или пытаться это как-то спасти и исправить. То же самое с дрожжами, да, и со всеми остальными добавками. Ну, или там гниль где-то попалась. Ну, опять же, выкидывать, перебирать, или можно переработать. Следующий вид добавок – это осветлительные агенты, оклеивающие агенты. Желатин, бентонит, рыбиклей, пиви-пи-пи, да, некоторые другие вещества. Опять же, в зависимости от необходимости. Смотрите, красное вино, как правило, и так прекрасно осветляется, ничего ему не нужно. Как правило, да, белые, розовые, там есть нюансы, они могут осветляться плохо. Да, можно ждать долго, пока они осветлятся. Но иногда, ну, вот жизнь требует привести вино в красивое состояние, скажем так, сегодня и сейчас. И в таком случае можно использовать любой из этих агентов. Вот по пиви-пи-пи вы меня спрашивали, как я к нему отношусь. Да не как я к нему отношусь, мне он просто не попадался под руки. Я им не пользовалась, я о нем читала. Ну, как бы отзывы хорошие, работает он классно. Пожалуйста, если есть необходимость, можно использовать. Более того, вот эти осветлительные оклеивающие агенты, они часто нам могут помочь, когда вино помутнело, да, там со светлыми, бывает, когда оно покоричневело. Я помню, что были случаи, когда вы присылали фотографии, там просто коричневая жижа страшная, да, и мы с вами при помощи оклеек приводили это в более-менее нормальное состояние. Конечно, чудес не бывает, если оно там сильно страшное коричневое, то сделать его беленьким и красивеньким, ну, не получится, но в более-менее нормальное состояние привести при помощи оклеек вполне можно. Желатин, бентонит, все это можно применять, если есть в этом необходимость. Бентонит еще, смотрите, он нам может помочь снизить окисление. Вот возвращаемся к минут 10 назад, когда мы говорили про окисление, когда мы говорили про серу, так вот бентонит тоже поможет снизить вероятность этого окисления, снизить скорость окисления. Более того, он уносит вещества, которые мешают дрожжам дображивать. Да, в вине содержатся в том числе вещества, которые дрожжам мешают. Так вот, бентонит может помочь, поэтому его применение в белых винах, в светлых винах очень даже уместно. Ну, как всегда, вы решаете сами, нужно вам это или нет. Ну, касательно оклеивающих агентов, то есть есть ситуации, когда можно обойтись, но можно применить, а есть ситуации, когда вот помутнение, легкие горчинки, когда применение вот, ну, прямо необходимо, и мы действительно можем спасать вина. Следующий это раскислители. Опять же, не вода, да, если мы понимаем, что нам кисло, мы можем применить раскислитель. Единственная всегда рекомендация раскислителей применять не ко всему объему сусла, а к небольшому. Оценивать результаты, тогда уже применять ко всему. в любом случае, нам все надо читать инструкции. Возможно, что какой-то из видов добавок я упустила, но общий принцип, я думаю, понятен, что нет правильного и неправильного. Есть жесткая необходимость, да, есть, когда это нам такой дополнительный инструмент, когда облегчит нам жизнь, но есть тогда, когда этого делать в принципе не нужно. А дальше вы решаете сами для себя. Все-таки, нужно это лично вам или не нужно. Ну и, конечно, еще рекомендация, если вы что-то применяете, то применять не потому, что сказал Вася Петя, а оценить, насколько это необходимо лично вам, насколько вы придете к лично вашему результату и, конечно, читайте инструкции по всем добавкам, чтобы потом не было мучительно больно. Надеюсь, вам было полезно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео нажав кнопку «Учу», ссылка на другие полезные видео, ссылка на каталог наших сортов и награды и наши контакты. До новых встреч!